Интересовался экологией так, как и все вы, но когда узнал цифры, они меня потрясли. Ситуация ужасающая. За данными Госпредслужбы, загрязнения составляют, внимание, 92 896,8 тонн. Я повторяю эту цифру, 92 тонны. Что содержится в этих 92 тоннах? В основном это выбросы в воздух, которые выкидывает эта теплоэлектростанция, диоксины, нитрогена, диоксины сульфата, соли, тяжелые металлы, ртуть, свинец и так далее. К чему приводят эти тяжелые отравления? Во всем мире давно известно, что отравление парами ртути, отравление свинцом – это одни из самых тяжелых токсических последствий для организма. Обладая такими свойствами, тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в нашем организме. То есть они участвуют полностью в нашей пищевой цепочке. Сопровождается, это все приводит к трансформации экзосистемы не только нашего организма, но и всего города. Тяжелые металлы накапливаются в земле, в растениях. Они имеют свойство накапливаться. То есть от первоначальной концентрации, попадающей в организм, учитывая период полураспада в 10 лет, концентрация токсичных веществ в нашем организме превышена в 100 тысяч раз. 100 тысяч раз. То есть эти металлы никогда не участвовали в наших жизнедеятельных процессах. Это приводит к разрушению костных тканей, уродству, бесплодию. По всей Киевской области, по всему миру молодеют онкологические заболевания. К сожалению, молодеют только онкологические заболевания. Рост смертности в Киеве и Киевской области превышает показатели по всей Украине. Снижение рождаемости плюс рост смертности. Последствия вы сами понимаете. Тяжелые металлы очень тяжело выводятся из организма. Они оказывают катастрофическое влияние на организм, в особенности свинец. Его обнаруживают в крови, печени, селезенке, поджелудочной железе, почке, легкие, кости человека. Он основной причиной является целого ряда патологических изменений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова